Добрый день, друзья! Вы на кулинарном канале Наталья Горбачёвой. Это видео о том, как разделать тушку курицы, какие части при этом получить и что из них приготовить. Уточню, что речь пойдёт о фабричной курице. Может, кто-то покупает фермерские. Но в любом случае, это цыплёнок-бройлер. В нескольких видео я показывала рецепты из домашней птицы. Но тушка обычной домашней курицы даже внешне отличается от бройлера. Грудная часть у неё не такая массивная, а мясо более плотное. Поэтому разделывается она немного по-другому и готовится гораздо дольше. А сегодня у меня будет обычная курица, которую можно купить в любом магазине. И её разделку, по традиции, я передала в мужские руки. Сегодня мне доверили показать курицу, как я разделываю. Обычно всё это происходит за кадром. Обязанность эта лежит на мне. В общем, делаю я это так. Отрезаю сначала крылышки. Курица магазинная, она мягкая. Ищем суставчик. Натрезаем суставчик. Что он не режет сегодня. Так, откладываем в сторону. Дальше следующее. Сторону переворачиваем. Теперь ножки. Так, остается грудка и суповой набор. Можно воспользоваться ножницами. Здесь удобнее это делать. Здесь вот... Здесь вот... Здесь ребрышки смыкаются между ними и расстояние. Вот он легко так резарезается. Такая анатомия куриная. Здесь можно просто разломать. Использоваться также ножницами или ножом. Ножницами бывает даже удобнее. Так, шкуру мы срезаем. Она нам не нужна. Когда курица на гриле, может быть, там она и уместна. А сейчас не надо. Так, ну вот. Вот это вот филе. Можно поступать таким образом. В серединке делаем надрез. И по хребту поэтому снимаем всё. Что здесь есть. Так, убираем. Аккуратненько. А это суповой набор. Можно счищать, конечно, стараться. Но зачем? Просто-напросто этот суп кладём. Тут вот тоже она ломается легко. Всё, это суповой набор. Ещё остался у нас хребет. С него тоже снимаем кожу. Хвост отделяем. Убираем. Здесь тоже вот оно. Всё, можно просто сломать. Всё. Вот это у нас супчик. Остались вначале у нас кусочки на жарку. Разрезаем. А кожу не пишешь снимать? По суставу. Кожу для жарки я не снимаю. Когда жарится курица, в общем, кожа там нормальная. То же самое делаем с крылышками. Крылышками. Вот здесь вот тоже отрезаем. Тут есть, в общем-то, нечего. Это суп можно положить. Это всё у нас будет жариться. И таким образом у меня получились кусочки для жарки. Жарю я их на сухой сковороде. В курице достаточно своего жира. Поэтому она не прилипает. Ставлю я на очень медленный огонь. И также готовлю на медленном огне. Единственное, что я добавляю, это соль. Примерно через 20 минут кусочки я переворачиваю. Солю с другой стороны. И также под крышкой довожу до полной готовности. Этот способ, скорее, даже похож не на жарку, а на тушение. Но, в любом случае, готовая корочка получается мягкой, сочной и вкусной. Эти части тушки можно использовать и в других блюдах. Как первых, так и вторых. Но чаще я готовлю именно так. Здесь кусочки для супа. Из них можно приготовить как суп, так и куриный бульон. И филе грудки. Тут уже более разнообразный выбор. От быстрых куриных оладьев до вторых блюд. Также грудку я использую как дополнение для фарша с индийкой, с говядиной или каким-то другим мясом. А с отварным филе готовлю мясные салаты. Внизу, в описании под этим видео, я оставлю ссылки на рецепты, которые уже есть у меня на канале. И в заключении ещё несколько слов о суповом наборе. Как правильно сварить куриный бульон? Надо ли сливать первую воду? Это часто встречающаяся тема для обсуждений. Потому что ни для кого не секрет, что мясо фабричных кур может содержать антибиотики и другую химию. Что с этим делать? Кусочки для супа я выкладываю в кастрюлю. И затем с магазинной курицей я поступаю по-разному. Чтобы её как-то очистить, я её либо замачиваю в холодной воде в течение двух часов. Либо также заливаю небольшим количеством воды. Довожу до кипения. Вот эту первую водичку я сливаю вместе с пеной. И затем уже наливаю необходимое количество воды в кастрюлю для супа или бульона. В следующем видео я покажу, какой суп получается в обоих случаях. Я буду варить суп с чечевицей. Понятно, что второй вариант выходит менее жирным, более диетическим. Такой бульон можно использовать не только для супа, но и готовить на нём каши, вторые блюда. Есть рецепты и грибного супа на мясном бульоне и так далее. А по поводу замачивать курицу или нет, сливать первый бульон или нет, выбор всегда остаётся за вами. Ну и в качестве резюме. Если сравнивать покупку целой куриной тушки и отдельных её частей, то первый вариант получается более выгодным, однозначно более бюджетным. А ещё более разнообразным по набору блюд, которые можно из целой курицы приготовить. Приятного вам аппетита! Приходите на мой канал, подписывайтесь, выбирайте рецепты и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы своевременно получать новое видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...